Это Игорь Барабаш сегодня приехал из Потеряевки, вторник, 9 февраля, вот тут у меня собачки кормятся. Ну, расскажи, как ты доехал до урывки-то? До урывки. Заранее выехал, думаю, чтобы пораньше проехать. В город надо раньше ехать-то, надо было в окружную, не по близкой дороге. А во сколько ты выехал из дома? Из дома, ну, где-то 3, 3.20 ночи. Так еще темно же было. 3.20 ночи где-то я выехал. А как ты в темноте? Ну, у меня фонарик во лбу. Ой, ну, и выехали, все, доехал, проехал километра три за второй мостик, за второй мостик выехал. Ну, и смотрю, мне тяжеловато будет. Ну, там есть вешки, мы ставили вешки из камыша, ну, там такая турбулентность, ветер сильная, и выдувается снегом, и они камышины падают, и между вешками, между этим камышом. А почему они не прутями? Надо было продублировать, еще раз надо проехать. Не прутями поставили вешки-то почему? Прути, ну, чтобы фермерам было легче, потом их надо будет убирать, нам их не убрать. А камыш там и бороны не забивает, а прутики, им не очень будет хорошо, ругаться будут они. Ну, 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 ну. Ну, и все, ну, я проехал, думал, примерно так смотрю, по снегу думал ориентироваться, смотрю снег, облажной снег, сыпет мне в лицо, думаю, по снегу ориентироваться, значит, ветер немножко в эту сторону, я буду смотреть. Ну, проехал, смотрю, какой-то околок непонятный. Еду в обратную сторону, мне казалось бы, снег должен быть в спину, ничего подобного, а так же он мне косой, так же. А-то ты ночью в 3-4 часа по степи ездишь на снегоходе? Да, обратно вернулся по снегу до одной вешки, обратно начал, остановился, думаю, ну, все равно же мне надо пробиться. Ногами прошел, прощупал, а не видно, руками поразгребал, смотрю, снегоходный мой след, ну, в эту сторону. А у меня мы делали по полям, чтобы относительно ровно были, то есть, куда смотреть, куда ехать, если что вдруг переметет, вешки не будет видно. Ну, и все, немножко проехал, смотрю, все, я опять сбился с дороги, остановился, давай с фонариком прошелся, где на твердую. А снегоходом не чувствуется, снегоход проваливается, не проваливается, ни на дороге, ни на поле не проваливается. Везде, для него все равно, он легенький, хоть и с грузом, а все равно. А и сколько километров? Только ногами, я прошелся, смотрю, все, вот моя дорога, прошел метров 100, наверное, обратно вернулся, эту дорогу по следам, по своим прошелся. Ну, и вот так вот, на две клетки я так вот проходил, вот и лишний, я 4,15 приехал, 3,20 выехал, 4,15 приехал, уже я был на урыв. И сколько километров тебе ехать надо было? Ну, 9 километров. А ты едешь с санями, с продуктами? С санями, с продуктами, да. А что у тебя с собой берешь? Молочка, творог, сметана, когда бараны есть, когда мясо просят. Вожу килограммов 200, наверное, 250 с собой у груза везу. И когда ты доехал, там тебе что, твоя машина там? Да, моя машина, перегружаюсь. А там ее никто, машину-то, а то не попортит? Ну, пока, слава богу, пока ни разу не было. Да, она кому-то, конечно, слабенькая. А сколько теперь едешь дорогой до Барнаула от урывки? Расстояние и время? Тоже, ну, километров около 200, наверное, если вот по длинной дороге, по которой я сейчас ехал. А ты каждый вторник ездишь? Каждый вторник, часа 3, наверное, мне ехать. Ну, вот к 7 часам, полвосьмого, полвосьмого, наверное, я приехал сюда. А из Потеряевки кто-нибудь еще ездит сюда? Да, двое еще ездят. Три человека у нас. И сейчас обратно едешь таким же путем? Да, таким же. И примерно во сколько домой приезжаешь, в Потеряевку? Ну, как правило, часов 7-8. Темно уже? Боже, темно. Ну, вот сейчас надо засветло, чтобы дороги-то не доперемело, чтобы успеть... Значит, тебя задерживать нельзя, да? Да, так что... Ну, давай-то с Богом. Вот он. У меня руки-то замерзли, так я так подношу, чтобы видно было. Вот он где. Ну, Бог, помощь тебе. Ты наш друг и голубиный друг. Да. Как бы ни отходы голубей бы, как я держал-то. Я голубям говорил, вы молитесь за барабаша Игоря. Нам без вас никуда. Ну-то что, куда-то же зерно надо девать, хоть голубям вашим. Ну, спаси Христос. Давайте. Все. Поехал. Все, все. Хороший человек Игорь. Удивительный работник. Работяга настоящий. Ушел. Вот он наш дом. Руки застыли. Не знаю, аппарат сейчас запишет, не запишет. Ой, ой, ой. А вот работники наши. Ой, ой, снять не могу. Вот тут мы молимся. Крест тут. Сегодня Головина Владимира из города Болгар слушал. И он говорит, как никогда, говорит, этих храмов не строили. А там гренобитные из соломы, из камыша, говорит, там у коптов так и молятся. Свечи для чего нужны, так называется заголовок. Только для дохода, говорит. И копать делаем, говорит. Ну, и чтобы работа людям была. Молодец батюшка, веселый видно. Но это не везде так бывает, чтобы веселый батюшка был. А это вот вчера я подновил. На кустах висит мясо. Мясо. Это сороки. Тут все прилетает. Вороны, дятлы, жуланы. Большая синица. Вот они все здесь. Рядом сорока не дает себя сфотографировать. Никак. Она очень пугливая. А Игорь поехал. Теперь молись, как доедет. Вот мы тут уходим. Вот у нас сверху даже надпись есть здесь. На улице, на дому. Видите-ка, все открыто. Вот. А вот там дом. И горный какой-то дом. И вот там наверху у них. Вон, видать, где стоит эта антенна. Оттуда идет провод к нам сюда. Я за него дергаю. И голуби оттуда слетают, когда они садятся. Все. Все. Продолжение следует...